Ну а теперь с небес на землю, которая очень нуждается в нашей защите. Об этом говорят не только взрослые, но и дети. Проблемы экологии региона школьники подняли на форуме «Зеленый край. Зеленая планета». Цветы как символ пробуждения и красоты. С демонстрации этой необычной коллекции начался экологический форум. Практически все территории области. Школьники приехали поделиться опытом охраны окружающей среды. Понятно, что детям решать проблемы глобального масштаба пока не под силу. Зато под силу делать кормушки для птиц, следить за чистотой родного города или села и бережно относиться к природе. Мы в жаркие шагали дали, что лёжь к ней не найдёшь. Мы кормок не просвещали, не считая на сильный дождь. На борозах мы кормили многие, брали пробу из родника. Домы и кормы – это значит, будет чисто здесь всегда. Школьники из райцентра «Северное» всерьёз обеспокоены состоянием родного села. Весна наступила, и окрестности села напоминают Японию после цунами. Да, бесчинство жителей нашего села конца не видно. Природа северного района очень живописна. Но сегодня флора этого края нуждается в защите. За дело вновь взялись школьники. Мы составили рукописную книгу о нить на грани исчезновения. Здесь представлены растения, которые находятся на грани исчезновения в северном районе. Экологический форум «Зелёный край. Зелёная планета» – не единственное мероприятие Министерства образования области, где дети обсуждают проблемы охраны окружающей среды. Большой популярностью пользуется научно-практическая конференция «Юность. Наука. Третье тысячелетие». На этом конкурсе эрудитов ребята часто презентуют очень интересные работы. Некоторые из них имеют областное значение. Оксана Кузнецова проблемами реки занимается уже несколько лет. Она даже принимала участие в форуме «Россия-Казахстан». Летом вместе с студентами ОГУ я ездила в экспедицию в горы Шайтантау у села Малая Чураева. И начала изучать именно от истоков от ручья Каркабар, далее Сакмара и река Урал. Интересные проекты, связанные с охраной природы, школьники нередко представляют на конкурсе «Я гражданин России». Ребята из Сорочинского района занимаются экологией реки Красной, протекающей через их родное село Рощино. Благодаря усилиям детей и педагогов Рощинской школы река получила второе рождение. Энтузиасты экологического проекта нашли в Красной семь родников, освободили их от камней, от илистых наносов, поставили домики, чтобы вода была чистой, да и скот не затаптывал, и дали возможность реке питаться подземными водами. Занимаясь природоохранной деятельностью, дети начинают по-иному смотреть на окружающий мир, относиться к природе не с позиции потребителя, а бережно, заботясь о будущем. Продолжение следует...